В отпуске губернатор удовлетворил мое прощение, согласовал, исключительно связано с тем, что поскольку я являюсь подозреваемой по уголовному делу, то соответственно буду, должна отвлекаться от работы, ну и вот я выбрала такую ночь, чтобы я могла находиться спокойно абсолютно, приходить на все следственные действия, давать показания и так далее, поэтому я буду находиться в отпуске до тех вот пока у меня очень много отпуска, к сожалению, когда мы использовали, к великому сожалению, а рабочий день по 14 часов не позволяет перейти на допрос на 3 часа, к примеру, за ответы на допрос. Какая задача? Не буду уточнять, достаточно, ну больше месяца, да? Больше, да, больше месяца. Ваша позиция, кто там на голове делит? Могу сказать, что я ее озвучила официально. Неоднократно уже, но могу повториться, что на ходе, занимая государственную должность, я преследую исключительно государственные интересы всегда и никогда, никогда повторю ни на какие, вверх и совести, с кем-либо, с какими-то поставщиками, любыми лицами, я могу сказать, что я человек счастливый, я абсолютно независима. Я могу каждому дню честно смотреть в глаза и никто из них не скажет, что Мазина являлась причиной, склоняла к чему-либо. Даже сегодня очень много оппонентов, которые пишут, они у меня обращения различные, которые вот пишут в сговор, вступила и так далее, вот заверяют, что никаких, не только сговоров, а вообще не состою, не в дружеских отношениях. А вот мои оппоненты, я могу предположить, что у них есть интересы определенные и, соответственно, этим связаны сегодняшний день и публикации, которые размещаются, и обращения в правоохранительные органы в том числе. И, знаете, я могу сказать, что должность государственная, она обязывает быть не только профессиональной, еще кристально честной и принципиальной. Вот не буду давать оценки себе, дадут другие мне оценки, но считать, что министерский пирог помазан там, я не знаю, чем-то, каким-то медом, да, это труд, это колоссальный труд. Я получаю заработную плату, физически отрабатываю часами, физически. Все мои доходы, они обнародованы. Я по-прежнему, ну, практически 30 лет проживаю в Ленинском районе, в Ленинском районе, в двухкомнатной квартире. В прошлом году только что поменяла, смогла поменять машину на очень приземленную, так скажем, отечественную сборку иномарку. Если говорить об имуществе, оно все задекларировано, оно подтверждается моими доходами. И никаких каких-то вкладов, приобретений я могу доказать все свое имущество, оно представлено. Поэтому, а если, опять-таки, о поменках я могу предположить, опять-таки, есть намерение, как бы меня порочить, что я жила на ренту, этого никогда не было. Думаю, что кто-то к этому мог прибегать. В том числе, наверное, могу предположить, я пойму это в том числе. Николай Васильевич, если честно, мы не до конца понимаем, что же там получилось с этим делом, потому что вроде как аппараты поступили, но вроде как они оказались не те. Была ли вообще эта заявка изначально сделана, когда уже были министром, действительно ли осматривались эти аппараты, и что сейчас с ними может быть разумеется. Это закупка 2017 года, да, в рамках целевой программы компенсационной технической базы детских учреждений, это тоже многократно было опубликовано в СМИ, это аппараты отечественного производства, отечественного производства, завод «Электрон», который размещается в Санкт-Петербурге, он входит в перечень учреждений или организаций, которые работают по интернет-замечению, и, соответственно, они обозначены как участники возможной учебки интернациональных проектов, и в том числе по укреплению материально-технической базы детских учреждений, и, соответственно, ничего другого из суммы средств, которая была запрограммирована на эти цели, она, вероятно, всего могла позволить купить аппараты отечественного производства с той стоимостью, которая есть. Я знаю, что подобные аппараты куплены сейчас находятся в Кензинской области, есть и во Владимирской, мы вынуждены были этим поинтересоваться. Аппараты, ну, они выглядят отечественные аппараты, нормальные, обычные, у нас много отечественной продукции, она соответствует утвержденным требованиям, она зарегистрирована на территории Российской Федерации, и поэтому эксперт, который проводит даже экспертизу, он на губ не трогает этот аппарат, он смотрит, соответственно, документации, поставщик предоставляет дополнения еще какие-то, и заказчик вправе принять оборудование, отличающееся с чем-то при определенных условиях, которые тоже оговариваются. Поэтому больше не добавить на всех случаях. Можно я? Да, пожалуйста. Таким следствием, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 285-го, за употребление должностными полномочиями. Поводом и основанием ее сматериал проверки и проведенная экспертиза в рамках последнего уголовного дела, которое было возбуждено еще ранее. Эта экспертиза, она исследовала аппараты, ну, правда, физически они их не наблюдали, они исследовали только документы. Эта экспертиза дала заключение, что аппараты не соответствуют заявленным требованиям. Мы с этим категорически не согласны, мы будем оставить на проведение другой экспертизы, которая более внимательно исследует как и документацию аппарата, так и физически эти аппараты. И мы надеемся, что экспертиза даст правильное заключение. Мы не доверяем верному эксперту и считаем, что она обо мне необоснованна и неверна. А аппараты работают, они функционируют и они находятся на территории Саратовской области, как это согласно условиям контракта и должно быть. И второе основание, почему мы подзащитные не признают вину, мы категорически не признаем вину и будем добиваться в становлении истинного поддела, в том, что до должностной обязанности министра не вменено проверять аппараты. То есть министр не должен ходить, посмотреть эти аппараты, разглядывать нанесение там маркировки на них и как работают датчики. Это ни в коем случае не в должностных обязанностей. И аппараты реально работали. И они той марки, которой аппараты были закуплены, они той марки и поступили. То есть, как образом говоря, никто не покупал Мерседеса, а приехала какая-нибудь другая машина, более дешевая. Поэтому мы думаем, что следствие разберется, следствие проведет другие экспертизы, допросит ряд лиц, которые мы в том числе тоже будем ходатайствовать о допросе определенных лиц и истинно восторжествуют. А в настоящее время мы будем просить суд не удовлетворять ходатайств следуя временного устранения от должности. К тому же, как я заявил, она когда всегда уходит в отпуск, мы полностью сотрудничаем со следствием, ни в коем случае не оказываем никакого действия на свидетели по данным делам. Я даже загранпаску не имею. Ну, тем более намерение скрыться, я думаю, у нас... Даже загранпаску не имею.